В целях предотвращения наездов на пешеходов в темное время суток сотрудниками 2-го батальона ДПС осуществляется ежедневное патрулирование, направленное на выявление пешеходов, допускающих нарушение правил дорожного движения, таких как переход проезжей части и движение по обочинам или краю проезжей части вне населенного пункта в темное время суток без использования света возвращающих элементов и движение по обочине в попутным с транспортом направлении. Мы проводили на территории нашего обслуживания рейд пешеход-пешеходный переход. Также ежедневно мы выделяем отдельный экипаж, который работает по пешеходам, передвигаются, отслеживают движение пешеходов вдоль проезжей части, помогают людям. Каждый житель Дмитровского района при необходимости может обратиться к любому экипажу ДПС, попросить помощи в этом направлении. Если есть опасность в передвижении, не имеется возможности добраться на общественном транспорте в связи с недовлетворительными погодными условиями, любой житель может обратиться к находившемуся вблизи экипажу ДПС. Сотрудники всегда помогут. Об этом мы ежедневно говорим на инструктажах, нацеливаем личный состав на эту работу. Эта работа ведется ежедневно от одного до пяти пешеходов, попавших в трудную ситуацию. Наши инспектора доставляют, помогают им добраться до дома. На территории обслуживания 2-го батальона ДПС с начала 2017 года зарегистрировано 37 наездов на пешеходах, в результате которых 11 человек погибли, 29 получили травмы разной степени тяжести. Рост у нас начался с начала ноября месяца. В этом году погодные условия очень сложные и для пешеходов, и для водителей. Пешеходов на дороге не видно, особенно если они передвигаются без светоотражающих элементов на своей одежде. Основное количество наездов, если это наезды на пешеходных переходах происходят, когда пешеход двигается слева от двигавшейся автомашины. То есть и водитель здесь более затруднен обзор для водителя. А вне пешеходных переходов – это те пешеходы, которые двигаются вдоль проезжей части, либо непосредственно по самой проезжей части спиной к движению, пренебрегая всеми правилами. Более 60% наездов на пешеходов были совершены вне зоны действия пешеходного перехода, что говорит о том, что пешеходы зачастую сами провоцируют аварии, пытаясь переходить проезжую часть в неустановленных местах. Еще раз отметим, что ни один из пешеходов, пострадавших в темное время суток, светоотражающие элементы не использовал. В ходе рейда один из выявленных нарушителей – студент Яхромского колледжа. Возвращаясь с учебы, двигался вдоль дороги по обочине вне населенного пункта, без светоотражателей и с наушниками в ушах. Инспектору ДПС пришлось несколько раз обращаться к нарушителю, прежде чем он смог его услышать. Другой нарушитель свое оправдание доказывал, что переходил дорогу по пешеходному переходу и ничего не нарушал, а что за городом необходимо использовать светоотражатели, он не знал. За подобное нарушение пешеходы привлекаются к административной ответственности, что влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. За время рейда также попались два пешехода, которые думают о своей безопасности. Они двигались вдоль дороги навстречу транспорту, используя фонарики, что сразу делает пешехода заметным для водителя. Всем пешеходам инспекторы вручали светоотражающие элементы. Командование 2-го батальона ДПС обращается к пешим участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. Безопасность во многом зависит от дисциплины на дороге, поэтому соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны, не подвергайте свою жизнь опасности.